Здравствуйте! Вы смотрите программу 12 созвездий. Новолуние 18 июня. По прогнозам астрологов, хороший старт для новых дел и проектов. А Венера, которая на этой неделе переходит в знак Льва, обещает немало ярких романтических моментов. А что еще интересного, предсказывают звезды, расскажем прямо сейчас. В начале выпуска астролог Янина Балашова продолжит рассказ о знаке Зодиака Близнецы. Близнецы. Близнецы – знак Зодиака, связанный со стихией воздуха. Это указывает на непоследовательный характер людей, родившихся с 21 мая по 20 июня. Символ знака – два близнеца или пара влюбленных, что указывает на интересное общение с таким человеком. Их речь приятна, они легко угадывают мысли и желания других, но также с легкостью обманывают сами. Эти люди свободолюбивы, деятельны, беспокойны, не любят физического труда и обременительных семейных обязанностей. Близнецами управляет Меркурий – планета писателей, ученых, преподавателей и людей, занятых в сфере распространения идей и информации. У них прекрасные способности к коммерческой деятельности, к работе, связанные с цифрами, фактами. И они могут быстро уговорить сделать что угодно. Настроение у овнов нерабочее, хочется отдыхать и развлекаться. В начале недели будет много романтики в конце делового общения. 14-15 июня – удачное время для решения финансовых вопросов. Вы сможете выгодно инвестировать средства. Марс склоняет тельцов к поспешным действиям и необдуманному риску. На работе может обостриться конкуренция. Держитесь в стороне от споров. Во второй половине недели все внимание будет направлено на обустройство дома решения бытовых вопросов. Если близнецы на этой неделе не будут отсиживаться в стороне, время запомнится яркими, интересными событиями. Как короля делает свита, так и вас сейчас окружение. На работе откроются новые перспективы. Но чтобы воспользоваться ими, нужно быть решительнее и смелее. Выходные можете рискнуть – большой шанс получить хорошую прибыль. Несмотря на то, что у раков дел предостаточно, стоит на время уйти в тень. Тщательно проверяйте документы, особенно финансовые. Позвольте себе потратить больше, чем рассчитывали. В середине недели жизнь начнет набирать обороты. Если успеете, то сможете подключиться к одному очень выгодному делу. Для львов это неделя – время борьбы, поиска своего места под солнцем. Причем бороться предстоит сразу по всем фронтам. На работе придется доказывать свою правоту, дома организовывать близких, в романтических отношениях ставить вопрос ребром. Хотя именно личная жизнь в этом месяце станет для вас областью сюрпризов и приятных неожиданностей. Так что будьте готовы удивляться. В начале недели основные изменения у дев будут связаны с работой. Если хотите что-то поменять в профессиональной сфере, сейчас самое время это сделать. Тем, кто решительно настроен на новые знакомства, стоит немного подождать. Пока концентрируйтесь на обыденных вещах и привычных делах. Весам придется приложить немало усилий, чтобы удержать свои позиции на работе. В первой половине недели нежелательно решать финансовые вопросы, особенно брать в долг. Астрологи советуют не сидите дома, выходите в свет. Сейчас общение доставит вам большую радость и вы сможете завести выгодные знакомства. У скорпионов период перемен, пусть и не глобальных, но весьма существенных. Не будьте слишком требовательны к себе и к другим. Сейчас стоит проявлять больше терпения и выдержки. Ценная информация, которую вы узнаете в середине недели, поможет по-новому взглянуть на реальное положение вещей. Самый благоприятный день на этой неделе – четверг. К озерогам хорошо бы отдохнуть от работы, отправиться всей семьей в отпуск. Удовольствие и полный релакс вам обеспечены. А если все-таки решили поработать, в середине недели опять актуальными станут темы бизнеса и продвижения личного проекта. Будьте реалистом, не ставьте перед собой заведомо невыполнимых задач. В течение этой недели у водолеев будет возможность поделиться своими знаниями и опытом со всеми, кто в этом будет нуждаться. К вам будут обращаться за советом, привлекать вас к решению сложных задач, причем как на работе, так и в компании друзей. И вы блестяще справитесь со всеми вопросами. Для рыб в середине июня наступает активный творческий период, когда вам хватит вдохновения для самых смелых идей и задумок. Вы будете настолько увлечены новой для вас деятельностью, что даже мелкие неурядицы и хлопоты не смогут вывести вас из душевного равновесия. Вот такую интересную неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!